Смог на коннектор, два игрока в миду, трое под асайтом, апартаменты плюс яма работают, гзипникс будет открываться, сейчас пытаться, флейми ловит ослепляющую, уже дробуется на сайт, флейми отлично закрывает двоих, минус лолипоп, минус дека, двоих соперников закрывает, ну и в принципе развалилась с сайта, есть конечно же перетяжка через сети, флейми уже на втором тайминге должен подождать тиммейтов, но сможет ли шорт выйти, нет, тревис погибает, ловинг заходит со спины, ловинг еле-еле забирает девайс, забирает еще и мистера, не все закончено для команды ванвин, хотя нет, все-таки все здесь по всей видимости окончено, потому что флейми очень быстро погиб, ловинг остается, один на троне, гзипникс собирает, блеймф находит последний минус, и это эйз для блеймф, и тот парень, который с двух шикарных минусов дал ходит через андер, люлькерит. Ну, следовательно, сейчас у нас пока тут собирается команда атаки, аккуратненько прополз ты из ямы, вот они уже этим и занимаются, тут сейчас защита как раз пошла, отдыху работать, тут же помогать ему в этом флейми, короче говоря, сложная история, в которой блеймф, кстати, остался последним, успевает 2 кило сделать, если он был еще третий, вообще был бы мощно, тогда помню еще, перед таким вот завершением, неплохо бы себя показал, да, в принципе, там, 6-7 раундов, 8 могут набрать в обороне, но потом для них наступит атак, который точно будет не самый простой, так что именно этим и занимается, хотя вот сейчас на них выйдут. Трэвис контролирует выход, могу и минус 5 давать, но слишком сложно было контролировать все-таки свою стрельбу, ставится бомба, ну а где прикрытие, Глоуинг по-прежнему живет за плентом, забирают. Блеймф соперника, 2 в 2, но вот смотри, 2 игрока вроде как через маркет должны играть, хотя нет, перетягиваются и идут вдвоем на шорт. Посмотрим, как они оттуда разыграют эту позицию, Флейми вместе с Дека, снайпером и игрок с автоматом, Девайс на 6% здоровья, Блеймф на 57%, хорошо, разобрали позиции, вряд ли Девайс смогут так вот прям сразу выкликать, главное, чтобы он не ошибся с таймингами. Ну, собственно, сейчас наблюдаем с вами за продолжением, у нас вот Флейми и Деку, которые нашли Блеймф. Конец, бомба за диффузит, да и в принципе были гораздо... Ну а сегодня я хочу вам рассказать про сервис Аван Маркет, где вы можете продать свои скины по самой вкусной цене. Все максимально просто и происходит за считанные минуты. Залетаешь на сайт через свой стим, выбираешь то, что завалялось у тебя в инвентаре, и по сути все. Есть куча способов вывода, в любую страну, на любую карту, киви, юмани, крипта, все что душе угодно. А главное, что сервис предлагает лучшие цены. Это уже проверили многие блогеры на ютубе за меня. Ну и, конечно же, есть реферальная система. Приводи друга и получай свой процент от его сделок. Если у вас еще остались какие-то подозрения, то в сети можно найти кучу положительных отзывов и даже на Траст Пилот. Так что залетай по ссылке в закрепленном комментарии и продавай завалявшиеся скинчики. Спасибо вам, что посмотрели рекламу. Продолжаем. Назумил, и ему слышали наверняка. Да и Глэйв снизу отреагирует. Он видел противника, инфу передал. Все, они должны сейчас по идее убивать. Так и есть. Гловинга разобрали. И про зипникса защита знает, но сделать пока ничего не может. Никого не теряет игроки атаки. Трэвис на бенче. Перестреливают девайса. Второго забирают. Ну, отлично, Трэвис отработал. В итоге устанавливается бомба с зипниксом. Три в три ситуация. Пока меньшинства нету, но... Некоторые игроки все-таки каленые у команды Астралис. И решают уходить на сейв. Смотри, очень далеко находится от плента. Понимаешь, что соперник уже очень хорошие позиции занял. Редейк, где плента есть. От большинства игроков защиты под этот сайт. Они концентрируются. Гловинга дает свой первый минус. Причем не уходят. Отлично отстреливают. Еще забирают зипникса. И понимают, что на этом нужно остановиться. Ну, и сейчас поглядим, каким образом дальше будут события разворачиваться. Ведь сейчас будет аккуратненько коллектив атаки занимать себе сайтик А полноценно. Липо при этом же этому сопротивляется. Девайса вынес. Слегла его туда же отправили. Остался Блэйм Ф. Ну, вот и все, собственно. Ничего не сложилось с успешным сайдом А. Тут можно только лишь Ф написать за команду Астралис. Ну, и, собственно, на том это все. Но успевает еще испарить напоследок Блэйм Ф. Теперь не точно за их делаем. Что-то спавн. Хотя выжить он все-таки наверняка сможет. С большой вероятностью. Блэйм. Вовремя ушел. Но должны понимать, что в центре, скорее всего, находится этот самый парень, который часто играет в этой же позиции. Читает пока соперника OneWin. Яму не прожимают. У него время-то прыгает. Девайс там удивился этот парень. Выход из апартаментов. Вот из Паласа. Не вникает. Сейчас секунду. Что я сплюсь? Не вникает. Есть одна причина, почему я так весело себя чувствую. Ну, что-то она меня прям выбила из калии на секунду. Я еще вслушался, но мне кажется, или нет? Плэймит. Рубает пока что здесь просто в нули, но соперников, но при этом же 2 кила защиты все-таки случились. А потом Волипоп еще саживает кучу пули. У нас как раз на выход из ямы. Ну, и в итоге туда же зипник составляет третьим номером. Блежание или информация под базой, а она не слышит? Бумбу скинули, кстати, все. Все, инфа есть. Флэймит все прекрасно слышит. Знает, что Девайс идет. Как-то поплыли Астралис пока мест на первой половине. Начали более увереннее в OneWin играть. И не все получается. Мистер перестреливает к плэймит. Но по-прежнему 3 в 4. 3 в 3. Блэймит. Сам парень, который пытается выиграть игру своей команде. Прифайр от Глэйва. Уже 3 в 2. 2 в 2 точнее, потому что Блэймит погиб. Возможно, полезет в окно. А вот тут-то его поймать, кстати, нужно. Тем более, когда еще инфу дали. Мистер, у тебя инфа есть. Привет, все хорошо. Хотя погибает Глэйв, кстати. Держу в курсе. Но это печально. Это очень печально. Могли вообще его не терять. Мистер видел? Нет, не видел, что тебе это не подсказали. Подсказали, тема это все. Знает. Уже знает, что это выход из-под короткого. Ждет оттуда. Но что-то, походу, не судьба. Или судьба. 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 Дайка. Забирает. И у него есть. И, сожалению, этот раунд не выигрывают. Ребята из команды Астральска. Это близки. 9-4. Флэшка, это очень сложно. А что? А почему? А в смысле? Девайс ты про? А, да. А, да. А, да. Да вы что? Серьезно. Два человека подряд. Даже вот так. Зипникс за смоками. Флейми. Поприятие у него бороться будет. Пытается запрыгнуть. По-моему, Флейми не видел, да. Соперников, к сожалению. Зипникс пытается поменить позицию. Дека с авиком. Убивает Тревиса. Ну, вот как раз 5 раунд. Приятно было бы для себя заработать. Хотя бомба не установлена. Ставит ее. Пытался пройти. Убивает к Зипниксу. Можно убить еще. Ой, ее спину нечет. Только посмотри. Дека. Не знаю. Надежда. Блейм Эф опять будет пытаться тащить. Патронов не хватает. Но он разбирается. Отлично. Отлично. Последними патронами на 8% здоровья выигрывает. Он бы очень мог неплохо сейчас, если бы прокрался, зайти в спину. Нет. Все-таки Лолипоп контролировал эту позицию. Забайтил на себя снайпер. Флейми. В пленте. Последний раунд перед смены сторон. Молтов. Очень сильно подгорел мистер. Загирает Блейм Эфа. Пытается Флейми перестреливать. Флейми. Опасно играет. Убивает мистера. Флеймич. Забирает Ксипникса. Ну и все. Девайс последний снайпер команды. Астралис. Будет пытаться тащить. То, что нельзя вытащить. 10-5. Сайта Б. При этом же двое. Дефует А. Очень смелое решение. Особенно при том, что уже летит дым. И Асайт походу сейчас будет под атакой. Девайс и мистер должны как-то ну очень осторожно сыграть. Чего мы не видим. Девайс. Работает по Глоуингу. Оставляет его очень красным. 4 в 4 ситуация. Видим то, что пока атаки будет сложно. Глейв за смока не видит соперник. Кстати, очень много работы может сделать. Убивает Дека. Должны проверить джангл обязательно. Тут как раз будет выходить игрок. Зипникс. Проверить в упоре. Да, он справляется. Нет, не справляется. Глоуинг все-таки дает свой важный минус. Девайс. Про Яму не знает. С коннектора выходит Лолипоп. Убивает Флейми. Ну и теперь уже 2 в 1 ситуация. Блеймов отличный кетшот. Боже, как же он хочет выиграть эту игру. Уже 19 минусов у него. Большим фатальным последствием. Подкрадывается Трэвис пока тут подкончил. Будет аккуратненько подниматься. В свою очередь Глейв чекает яму. Но что-то как-то они упускают момент. Мне кажется, сейчас это может плохо кончиться. Глейв ушел назад. Они только что его спалили. Опасно. Следовательно, сейчас упадет. Дабы мэв все улетел. Трэвис по нему неплохо отработал. Сейчас, по идее, будет еще веселее. Пады Глейв. Это 4 в 2. Девайс и Зипникс остались вместе. Ну, сейчас посмотрим, что там дальше будет. Девайс. Контролит позицию. Пока аккуратно работает со своего оружия. Забирает Глоувинга. Неплохо его все-таки наказывают на текущий момент. Зипникс. С МП-9. Можно попытаться пройти. И напоминаю то, что это все-таки Вулфорс Бай. На котором вроде как не очень удается работать ребятам. Убивают Лолипопа. Хорошо перестреливают. Флэш была то, что надо. Так, Деко. В свою очередь. Пока ждет. Не видит соперников. Он понимает, что он оттуда может открываться. Не попадает. К Зипникса убили. Девайс последний. Не против двоих. Горит мол. По времени не так намного. Попадает по голове Девайс. Нужно Декузить. Смог. Но нет у него китов. Смог ужасный. Да. Он не догадывается, что с ям бежит оппонент. Только сейчас понимает. Но, скорее всего, он уже умрет. Успеет ли убежать? 10 хп у него вряд ли. Да. Да. Сейчас посмотрим, на самом-то деле, что из этого встречается. Выходы сейчас из подкона. Как раз пытается... А, понимаю. Трэвис разблый мэр тут докаутировал. Вот они уже собираются с плитом зайти. Но там три человека на диффенсии сайда А стоят. И это очень опасно в данный момент времени. Девайса взрывают. Мистер горит. Перестреливают Дека. Но по итогу все четыре из пяти. Но мы не видим, чтобы это было сейчас в реализацию отправлено. БМФ подошел близко на выход. Сейчас готовятся принимать из эмочки. Зажим А. До свидания. Деку поймал, потому что это БМФ. Девайс уронил Трэвиса на ответочку. Ну, в принципе, он как-то разменяет. Вот единственная проблема. То, что Гломбинг выходит под базу Б. И это не слышит к Зипмиксу. Он занимает позицию под фонарем. Зипмикс. Или слышал он? Ну, по-моему, такое впечатление. Идет. Хочет забрать. Да, Гломбинг забирает. Но тем временем убивает и Девайса. И размены, посмотри, все-таки работают получше Ван Вин. Они вовремя находят киллы. Клейв пытается зайти в спину. И, кстати, Лолипопа, скорее всего, заберет. Да, неожиданно она была. Эта бомба на руках имеет своего игрока в атаке. И что принимать? 30 секунд до конца раунда. На базе А никого нет. Но вот погибает Флейми. И уже, в принципе, вроде все. Так, ну, следовательно, у нас пока что здесь Деку 1 пытается, пока 2, выживать. Само собой, что сделать это будет практически невозможно. Хотя он попытается. Ушел назад. Пытается как-то по телевизору, может быть, залезть. Хотя у него прямо за спиной сейчас Зипмикс двигается. Решить. Насколько все-таки Ван Вин замотивированный забирать эту карту, уверенно. И переходить на следующий. На свой собственный маппик. Блеймф работает в центре. Осколочный пытается выдержать Лолипопа. Но это сделать не так-то просто. Он все-таки без своего минуса не уходит. Мистер на Сити отыгрывает. Смог. Также дополнительно дается. Блеймф. Но, кстати, Трэвис все-таки все-таки минус дал. Мистер есть отстрел. Но и Лолинку уже будет тяжело с Деку. Ставился Мистер на Ниндзе. На Сикрет сел. Лолинк. Да. Лолинк все-таки погибает. Дека с АВИКом идет. Ну, что тут Дека сможет сделать? Как ему вытаскивать этот раунд? Нинус 2 Дека дает. Ой-ой. Ах, вот это не вовремя перезарядка. 5 патронов. Те самые, которые сделали Valve для АВИКа. И вот здесь возникает уже вопрос, что с этим будет делать Деку. Деку начинается вычистить. Азибник забрал себе щипцы. И так, вот можно сейчас с дефузами подойти. Спокойно. А, понимаю. Да нормально, надо встретить, кстати. Проблема Клач Министра была в том, то есть у него все было на руках. Это, знаешь, не поймет, куда поверено идут, что. Сложно понять, что потом Астралис будут с этим делать. Падает пока что на Стрелис от рук Глейва, но, следовательно, начало более приятного. Для Астралис, но в целом эта карта, конечно, для них уже такой уверенной не выбирается. Совершенно. Проход через центр, перестреливают Глейва. Глоуинг в фулблайнде забирает своего визави. Тем временем центр все так же контролируется игроками обороны. Есть там несколько человек и выход под базу А намечается. Единственная проблема в том, что, посмотри, в спину просто идет. Просто в спину крутится девайс. Этот парень с ножом уже идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас будет больно команде OneWin. Как же будет больно, если они не посмотрят, не проверят тыла. Они не собираются, они уверены, что тут никого нет. Тут вся инфа имеется. Ну что, посмотрим. Да, у нас тут пока что очень активно продолжается девайс и работа по спине. Кстати, потому что не ожидал. Главен немножко такое появление. Потом еще лолипопо полетел. Ну и флейм из деку в итоге остались против троих. Конечно, сложно будет выкручиваться из этой всей истории. В любом случае, два в два есть. Атака может сейчас зайти в спину. Кстати, вот сейчас, допустим, из-под кона. Начинает подниматься. И да, продолжают сейчас атаковать. Но снова, плеймф. Вот есть скилл по плеймфу от деку. И остался зипникс. До свидания. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. И все-таки 16-7. OneWin. Побеждаю. Все, картинка есть. Нет, а немного. Там еще раз вижу. Батчем. Ой, подожди. Тут пока что происходит много всяких вещей. Пытаюсь заменеджить. Это пока у нас идет это все поднятие. Но попробуем, чтобы у нас все шло без проблем. Смотрим дальше. Вот он, третий раунд. Вот они уже потеряют ловинга, теряют лолипопа. Хорошо, хорошо стоит на обороне. У нас команда Астралис. Из-за этого OneWin тяжело пробиться. Да, зипник с МП-9 отходит немного назад. Видим, что два игрока защиты по-прежнему находятся под базой B. И есть прожим Трэвисом центра. Хочется напомнить то, что OneWin как раз прошлую карту смогли для себя выиграть. Забрали карту СП, точнее выиграли Мираж. Но теперь на пике Ancient на своем собственном будет пытаться поддерживать победу. Напоминаю то, что Ancient был сегодня ночью переделан. Точнее уже вчера. Были внесены ряд изменений, причем достаточно существенных. Как отмечали ранее сегодня мои коллеги. Поэтому интересно, как на новом Ancient перебалансированном будут все команды демонстрировать. Да, но у нас видим пока что все так, как и предполагалось. Достаточно дойдут ли они туда хорошо или нет. Потому что первый план все-таки имеет огромнейшее значение. Ну и тут уже второй тот самый оружейный раунд, на который хочется рассчитывать. Вот OneWin. Да, но пока рассчитывать не очень приходится, потому что двоих игроков на ровном месте потеряли. Со старта раунда видим Лолипоп Дека и Глоуинг остаются втроем. Против пятерых Дека пока Савиком просматривает двери. И кто толком там не подставляется? Лолипоп. Дракует он будет тиммейту. Минус Лолипоп. Дека разминивает, но поздно. Все-таки минусы даются. 4 в 2. Выход под Б плент намечается. Но очень близкая позиция у снайпера. Девайс. Хорошая точка. Будет посадка, кстати. Посмотрим, успеет ли он среагировать или нет. Девайс нет. Неплохо. Залетела от Дека. Тем не менее, ситуация в меньшинстве. И она так пытается пробиваться дальше. Какая флешечка от Гзипикса? Так, оказывается, побежден. За ним отлетает и сам Глоуинг. И Гзипикс ставит финальную точку в этом раунде. Пока что 5-0 от Астралис на пик соперника. Это прям... Эталонный диффенс в исполнении этого коллектива. И вот... Ну, если он не может этот раз выиграть, сейчас посмотрим. Оуу! Посыпались, кстати, немножечко у нас Астралис. Мистер и Девайс уже отправляются отдыхать до следующего раунда. Глэв тоже получил очень много дэммажа прострелами. Смотри, сгущается туча под Б-плентом. Атака пытается пробить боковой. Глэв, однако, стоит на своем месте крепко. Ну вот чуть-чуть не довелся до Глоуинга и компании. Эх, можно было похоронить как минимум двоих и продать себя подороже. Но, к сожалению, диффанс оказывается уже в сильном меньшинстве 2 в 4 И вот тут интерес, правда, в том, будет ли до конца идти под бэплант у нас, ребята Имея такого вот плэйми в спине И да, плэйми тут уже начинает творить просто грязь Минус гзипекс, плэймфа 1 Статистику портить не хочется У него пока что кдшечка 12 Такой бы она осталась еще на 8, это было бы вообще идеально Но, кажется, его сейчас зажмут Прям будет групповое убиение Или нет? Нет, будет Выехали, переехали Наши соперников не будет Тем более есть и на бакте, и у плэймфа и у девайса Так что шансы неплохие имеются просто-то выбить страйк Гзипникс подходит к дыму под бэсайтом Тут 2 игрока по-прежнему наводятся Поделились плюс-минус поровну Есть игрок на центре, который закрывает весь мидл Есть, который под аплантом контролит Но ничего не делает в флейме Как же он раскручивается Так Ну, 1 минус от Глэйва Недостаточно Можно спокойно ставить бомбу 2 в 2 ситуация Но посмотрите, сколько хп у игроков атаки Хп-то, конечно, у них маловато Но у них есть а-вп и ха-ешечка У-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю Как не туда Но с другой стороны Блэмф с руками И давай сам душит Глобинка Ожидай здесь 2-го деку Не хватает ему хп, чтобы среагировать на появление соперника Так что это Дефьюз Это седьмой поинт для Астралис И опять же, вот как я сказал Стартовый импакт от коллектива Астралис зашел очень хорошо Потому что вот тот дэмэдж И дал возможность Сейчас им так доработать хорошо И в результате выйти на продолжение И оформить вот это продолжение Думаю, и перейти уже на карту Десайдер Может быть очень Такая быстро динамичная карта Которую ванвин вряд ли что-либо смогут сделать Но начало действительно выглядит таковым Ой Прошлый дэвайз Ну он отвлекся По нему залетала прострела Он подумал, что его как-то с девятки пытаются пробивать Но в результате отвлекся очень сильно Погибает после этого еще и Глэйв Уже 3 в 5 И остались Это очень сильно напоминает седьмой раунд Который начинался Ну вот очень-очень похожий На каждой позиции теряет игроков Остались, никак не могут ответить И уже по факту Надо какой-то план продавать точно Потому что они на разных позициях Пытаются при этом к зипе посмотреть себе спину Тут Трэвис Ну вот тут вообще какой-то такой раунд На халяву получился для коллектива ванвин Чисто каждый контакт Один минус, никого не теряем Ставим бомбу, молодцы Это ошибка из-за того, что они попытались Пойти найти какие-то свои Ну сразу же размены Их везде на этом мы поймали То есть в надежде на то, что они смогут Как-то сравнять счет по живой силе И не могли ничего делать Вот так вот по одному И абсолютно отдались Неплохо сыграли индивидуально Ребята из команды ванвин Прочитали это действие И заработали еще один винпоинт К себе в копилку Абсолютно никого не теряют Проиграют Ну все, в любом случае Будут в следующем раунде закупаться На что денег хватит Двайс дает минус По Трэвису, наверное, слишком мало С учетом того, что Раунд экономический Тиммейты не смогут разменять Надо было 2, а то и 3 минуса давать Ничего не делает Глейв А это все Ну, может очень плохо закончиться На дистанции Потому что Все-таки нужно держать в голове О том, что ванвин выиграли Прошлую карту Глоуинг, отлично Двоих стелит Просто выстрелились ребята в ряд Так вот То есть, насколько это сильно решает Ну, вроде как, вижу Молотова на нычке летят В принципе, то же самое У нас тут по боковому Тоже контролится И видим, что не мешает никак У нас ни дипунсу, ни атака Сокращать дистанцию Вопрос только в девайсах Которых у команды Опять остались сейчас Вроде что-то есть А вроде что-то нет Я вот не понимаю Зачем делать опять этот полубай Почему нельзя было наэкономить Выйти какие-то нормальные Болу Менее Байсный бай Но может быть без гранат В 11 У них опять пара девайсов есть К чему это приводит Наверное, не к чему Стоит сказать Ну и Блэмф остается Один в четыре уже Это как-то странно Заиграли Астралис Вот эти два раунда к ряду Если честно Ну, это те самые раунды Которые нельзя отдавать Но они почему-то все-таки Их проигрывают И видим, что Как-то вот Не очень собрано действуют Ребята из команды Астралис Напротив Ванвин Понимает всю важность игры Все то, что может У них получиться Поэтому собираются Конечно, далеко еще До победы И до паритета в счете Тут еще кучу раундов Должно выиграть Карта далеко не закончена Если у вас хороша была атака То в защите Могут тоже возникнуть Какие-то трудности Мы помним Как команды Вот пример Далеко не ходить Вот, например, позавчера Если все-таки, наверное Можно с барского плеча Прям отдать Восьмой поинт Коллективу остались То вот Больше восьми Я даже не уверен Что они возьмут Если будет продолжать В момент так давить Но Сейчас Подсадки Неплохой Первый минус Уже с Бублика Получилось оформить Дальше атака Правда пытается Сократить дистанцию Под аплантон Тут работает Мистер вместе с тиммейтом Трэвис погибает Уже 3 в 5 Атака теряет игроков На каждой позиции Ну и Лэйм По ним уж простреливали Тут из заказной Какие-то пули Зачарованы Они не пошли При этом под Бублик С центра Идет у нас Лолипоп Если он успеет Он может спасти этот раунд Хотя с другой стороны Хуряк играет У нас В Ёжиков тумане Нашел игрока Но после этого Размен Оооо Какие минусы Деку 1-2 Теперь остается Со снайперской винтовки 45 секунд Чтобы поставить бомбу Либо просто убежать Кстати На Б-План Ему бы тяжело Уйти от этих игроков вряд ли уйдет он увидел чтобы эмфа или дека но неважно мы понимаем точно про одного позиция про второго не знает заходит нет как-то в храм сложно будет играть и перекрестный гонит для команды astralis что ему сделать все уже промазал опять уходит 20 секунд времени все меньше и меньше он должен понимать да про позиции так пытается выйти нужно выходить широко хорошо убивает нужно пытаться 12 секунд нужно ноги очень беды блин или кратный 54 play затащил таки этот раунд ну что я более чем уверен на что конген смогут неплохую защиту на этой карте про и массовировать у 4 4 у них уже заработанного пока это тот самый бога который может им помочь тем временем видим два минуса от флэйми и главенка уже залетает остается мистер твой мэфом твоем против пятерых и тут конечно же нужно сыровал того что денег мы остались абсолютно не видим провал и по факту выход как минимум наверное до 6 в исполнении коллектива ванвин разве что сейчас вот эти два девайса пару ребят убьют за сэвид у нас игроки команда остались потом 14 но я не знаю 14 по всему к ниженощному варианту развития событий я думаю должны 8 7 сделать я может и этот выигрывает думаю думаю что не смогут там выход под б-сайт идет из трех игроков вместе с бомбой плюс пистолеты но такое опа не допустим эх блэймф таки на размене сыграл но у него есть девайс там есть еще и зивекс при этом блэймф не останавливается на застегнутом первом килле отдела таро уже 3 в 3 бит и глобин может подставиться такой зато вынужден идти вперед да и вообще проблема с тем что бомба упала под боковой проход надо теперь и оттуда как-то доставать и какая же флэшечка имбовый с девайсом для зипекса но зипекс не перестреливает очень битого теперь уже флэйми надо добирать глэйму надо добирать блэймфу и глэйв смотрит спину пока его тиммейт контролит бомбу и глобингу нельзя сейчас выйти в эту спину если он выйдет это будет провал для диффенса глэйв спалился глэйв получил очень много дэмэджа но остался жив это главное а до свидания извините недолго он жил поэтому глобин своими вдвоем плэймф пытается выйти у девайса второго навестись как же он не успел плюс 86 смотри ну и а было близко было близко конечно много девайса выбирали звонами на какая разница если у них все равно денег много да вот об этом то я и говорил что до 87 добраться ванвин в рамках этого всего могут мы с моим коллегой чуть раньше ведь кто пропустил развивали теорию по поводу минималки ну а я напоминаю дорогие друзья что продолжается военная крессе российской федерации начатое 24 февраля из-за этого страдает много людей в том числе дети дети которым призвано помогать благодарительная инициатива геймерс по украине баннер который вы можете найти по трансляции поэтому не забудьте обратить внимание и распространить эту информацию будем благодарны ну а мы идем дальше 15 финальный раунд первой половины уже два неплохих минус от коллектива дефонса однако это все ответочка по девайсу тоже и присутствует глэйв тоже забирает лолипопа уже 4 в 2 для ванвин кажется 96 не будет таки вот этого прям выхода на седьмой но я продолжу тему по поводу минималки которые мы обсуждали с моим коллегой и там была теория что 4 раунд даже как должно хватить возможно ванвин на камбэк а тут целых 6 вот смотри как раз 9 которых я предполагал то что здесь действительно они могут быть но потому что просто взяли девайсы легче немного будет стороны защиты посмотри кстати отвалился один игрок у обороны и это был мертвый игрок это нам без проблем оказалось нет если что будете дать меня помидорами ну либо чем похоже кстати возможно чем-то и похоже кто знает ну да ладно смотрим за 16 у нас тут начинается уже более такой движовый движ астрализа атаку рядовых игроков никак не могут перестрелять хотя бы кого-то теряет бомбу на кт это проблема лолипоп бегают уже с двумя фрагами ну и давай пытается раскрутиться как юла и вроде как получается но флейми предательский спину убивает мистер также забирает лолипопа очень битые два игрока так и остаются против кобойской стрельбы трэвиса да еще и флейми с деком не кажется шанса тут уже не остается это прям 7 8 ли коллектив ванвин так зипник пойдет на оппонента а как играть и собирать таких зипникс проиграть могут ребята из команды ванвин нет кажется продавить не удается остались так быстро и эффективно как хотелось бы с другой стороны не все равно действует достаточно агрессивно интересное высказал предположение по поводу поверить свои силы команде ванвин я думаю после первой карты которые они выиграли почему с таким огромным преимуществом и не проиграли пока вторую и практически камбэкнули я думаю тут они абсолютно точно верят свои силы и понимают что мы остались это не те просто там тэг остался команда абсолютно другая играет не так как раньше то есть ее могут обыгрывать сейчас абсолютно все 50 секунд меньше я просто по факту хотел бы добавить твою речь тем что никогда не нужно бояться тега нужно просто всегда играть на максим своих личных возможностей и если твои личные возможности превысят возможности твоего соперника ты победишь а какой там так это неважно потому что в каком-то обозримом будущем ты можешь потом играть под этим тегом так именитые игроки все-таки остались один причем еще какие-то понимание момент разворота то есть она есть но этого не хватает это не так постоянно как хотелось бы это не ну они не могут подавать в чем прикол топ-1 игрока на том что ты знаешь различные приколы фишки реакцию имеешь и ты можешь поддерживать выдавание вот это знаешь приколов и своего уровня топового на постоянной основе а вот где пик зла и выдаваясь этого сейчас делать не могут у них есть вот эти просадки знаешь вот так стрельнул а потом пять раундов ману копит на то чтобы это опять повторить это проблема это что мы с моим коллегой начали уже больше рассуждать о каких-то таких вот вещах командных свидетельствует о том что ван вины просто не ощущает по большей части уже своего соперника они начинают его просто переигрывать астрали с толком ничего не демонстрирует о своем девайсном остаются сейчас без денег 24 секунды до конца раунда и блэмф последний нам может еще попытаться кого-то собрать я думаю так может и засейвить давай с учетом того что можно него никто не пойдет но глобально конечно он берут 11 и 12 я думаю тоже так как соперник будет просто экономить выглядит это страшно флоулос просто пока что было в исполнении коллектива ван вин теряет сейчас трэвиса ряд кстати flame и тем не менее раунд выигрывает а вот блэмф но вот опять один блэмф остался пробиться у нас на центре ну или как у нас точнее на карте ван вин и тут ловинг стоит с ножом я такой начинаю задумываться а не он все-таки играет на инфу услышал и пропустили все-таки его лолипоп может первого второго похоронить много работы делали хорошим к и отлично вот почему работают с м к вот почему не с к у игроков ван вин только что была в руках это давай красиво себе показал 26 патронов он успел выпустить и троих убить с м к он был уже сайленсером уже давно переключался бы на пистолет после первого убийства скорее всего он бы даже 2 не доел раз уже подмечаем этот момент и тут могут самом деле потащите страсть двумев забирает трэвиса мистер как раз два самых сильных игроков стресс на текущий момент остались флэш поймали убивают дека ну и флэйме последний флэймич тащи или как же его замансили все-таки посмотрел как-то максимально пассивно с мыслью что ну не не все ребята давайте подумаем давайте постоим а вот уже сдаваясь мы в следующем счета сделаем вот когда он с пистолетом такой получается прям радуюсь к страсть пытается засплить кстати базу а со всех сторон обходят но пока минусов мы не видим по игрокам атаки хоть и очень красные 2 имеются клейд пытается раскидывать флэшки у умирает умирать чейк ловинг трэвис только один минус находит нужно уходить на сейф обычная что ли ну пока сравнивают счет но скорее всего даже выходит на преимущество 12-11 должно быть потому что денег не хватит на закупку для игроков со щиты скорее сюда так но с 11-11 экономику команды ван вин нет можно ванговать в теории 12 или команды остались а так последний раз когда мы ванговали для кого-то на этой карте 12 это казалось внезапно переворотная для астралисов а не для ван вин легкая прогулочка при этом это тут уже можно начинать вспоминать первую половину и то что у себя на мираже проиграли сопернику и теперь пик соперника на котором надо выигрывать и иначе от 2-0 отдавать это место плей-оффе и уже оказаться завтра не в финале 4 серии при этом заход на б-план тот астралис попытка лизовать быстрый влет против флейми и компании удался вроде даже слушай бомба ставится погибает настолько клави сейчас на размене но позицию ван вин нет им надо выбивать китов нет гранат нет только давай со только вера в себя а у соперника еще осталось пара смоков кстати флаша который можно задержать как минимум еще секундок на 10-15 угла на не подставляться хотел сказать я и тут помирает давай с лавил кубийцу убивает волипопа отлично вот это и вливает да нам это будет просто сейф ну и вот как бы 13 для остались опять лезть лезть под стол тапки снимать ну рано 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 еще 26 получается чуть-чуть ой-ой-ой ну что это пошло blame уже убивает ловника какой залет просто на центр делать сейчас коллектив астралис это жесть вот и пофишенная карта где тайминги уже по-другому совершенно находятся и видим то что мне кажется он с буста просто его бустанули чтобы он так вот прям залетел может быть ну что оказался слишком глубоко и не особо прямо обратил внимание но блэмфу смотри и он идет дальше бублик никем не занят в результате лолипоп на апланте просто отваливается и что делать коллективу ванвин только кроме как сейвить у них слишком мало денег они понимают что им нужнее вот эти две мки как минимум плюс киты и гранаты на двадцать седьмой но это 14 поинт для остались хотя вот сейчас бай в 26 ванвин будет выглядеть куда лучше хотя но хотя бы сейвить ребята надо но тут выходит мистер 2 хэдшоты и до свидания только трэвис один с и даже даже план посейвить остались сейчас руинят своему сопернику магия под постоянно происходит то есть какой-то ключевой раунд не удается взять переломить ход вообще карты сопернику не удается и вот так вот получается то что просто серию выигрывают соперники и могут вывести карту на третье видим то что но ты говоришь не могут не могут что-то важное забрать трэвис ну пытается он как-то тут жить но вроде как ели последний раунд это или нет деньги есть на два раунда еще у команды астралис помогут возник проблемы клэйв заходит на огород с калашом знает то что трэвис рядом трэвис какой хочу о которых я говорил это халява кстати была какая-то на просто зачем-то покушал непонятно пошел стой себе сзади просто мистер убивает дэка ну все посыпались подожди и главен к работе до конца мистера хоть и и убили но снайперска винтовка убирается игроком нужен их шот а к сожалению не попадает нас сейчас давай точнее главен к давай сего убивает ставится уже бомба ну и 4 в 2 жилого такого взять будет коллективу вандвен хотя снайперска винтовка но нет блэймф и давай заканчивать предстояние делая один-а-один в этом противостоянии и мы будем правиться дорогие друзья уже за счетом эту зону не разоверывает поэтому можно как-то подавить собрать дополнительную информацию начинают действовать игроки атаки пытается давай из хоть кого-то сейчас собрать в дымовых гранатах и лейп тоже потом не попадает забирает или поп очень быстро предразмены минус игроки защиты очень больших количествах отваливается мистер заходит со спины пытается долбилетов хоть кого-то еще добрать на ситуации меньшинство для датчан и ну как-то вот бомба по-прежнему не стоит степятки работает к зипнинг склоулинг нужно убивать игрока защиты получается у него это сделать два в один ситуация последний мистер но зажат зажата бомба и в твоем на распийке мистер уже не отпускает флейми один-в-один все-таки довели до этой ситуации мистер может выиграть раунд важнейшим его уже заработано 2 фрага пытается вытянуть 3 вас мистер нет ловит глоулинг своего оппонента на точном хэдшоте 1 0 все-таки под а сайт флейми также хочется напомнить то что ванвин очень долго по сути играет у них очень длинный игровой день них была игра в рамках предыдущего и предыдущего другого турнира до этого они играли против команды икла там они выглядят счетом 2 0 здесь они уже третью карту играет я думаю общее суммарное количество времени которое они сегодня проводят играю официалки уже часов ну где-то около семи плюс-минус что ребята я думаю сто процентов уже устали но пока пока сражаются воля к победе все-таки у них по всей видимости больше и это хорошо блэмф остается последним один минус но только дал уберет девайс и уходит на сейф 4 давай зип никс и клэйв абсолютно там не работали ну и сейчас опять видим то что именно эти пока это двойка имеет больше всего фрагов у своей команды так ну что забирается на будку клэйв дека идет в эту позицию glowing спустился через секрет просматривает эту точку на блэймфа и все-таки его забирает а glowing погиб неплохо он справляется с оппонентом можно постараться отойти слегка назад 35 ситуация да глэйв красный то как ты до него доберешься зип никс ждет выход с рампы у хелпы у него нету но один уверен то что он сможет и перестреливать оппонента пытается работать но теперь оказывается ближе чем он думал по итогу зип никс падает девайс не может никого отработать есть такой плохой ситуации эти шансы уже увеличивается у команды ванвин нужно только по дверям поработать так пока флэш ловится глэйк стидрис кп мистер тоже перетягивается на этот плент ставится пачка время еще есть но двоих пытался похоронить так за плентом но под две позиции опять установка плента с двух сторон дека а ему не тут уже ничего сделать и минус даже по девайсу не удается трин первый раунд для датчан тем временем перестрелка на улице по-прежнему все живы а уже минута времени прошла от начала раунда рэвис будут пытаться выйти на зипниксах зипникс ну всех коронит вместе с девайсом там снайпер отлично закрывает еще один фраг мистер как мистер не попал даже не в голову целился а просто в тело пытался убить но не хватило дек остается последний убивает ловинга какой-то отстрел астрали сделает по своему оппоненту тем самым должны сейчас выигрывать еще один раунд для себя что у нас буквально вот недавно была и ван вин делая счет 6 9 не в свою пользу не смогли вернуться не смогли выиграть они вернуться смогли но не смогли к сожалению выиграть эту карту что здесь может быть точно такое все зависит именно от самих астралис и и и и и дека забирает блэй мэфа хорошо раскручивается пытается перестреливать лолипоп находит еще один минус ну и два в один 40 секунд до конца раунда подходит все ближе и ближе девайс может найти соперник очень красного нет дека нужно проконтролировать позицию по смоку не успевает отработать слишком быстро меняет точку трэвис play его забрал в ответ как также еще и девайс работает по траве савика меньшинство для защиты выход под б-сайтом всего лишь один напорник лица и зипмикса вся информация у него имеется он собрал но видим то что быстро падает девайс пытался можно больше соперников отстрелить убивает еще одного и мистер последний последний надежда своей команды один против троих берется на авик видимо команда ему заколила уйти на сейф проблема только в том что лолипо был который не дал этого сделать из-под один раунд разницы между коллективами сейчас на карте днюк понимаешь нам напоминает про коэффициенты 1 40 на них на астрали с точнее 280 на команду ванвин и про бонус также в размере 100 процент к первому депозиту напоминает не забывайте пользоваться переходите по панеру от трансляции вот с одной стороны на сокращает отставание ванвин делают счет более менее играбельным для себя с другой же стороны все таки мы не такими они фаворитами все еще становится ну сложно конечно говорить то что ванвин станет фаворитами это преимущество по счету не должна быть достаточно хорошая но с другой стороны постарались в атаке насколько хорошо они будут тебя там демонстрировать то есть по всей видимости есть уверенность потому что они там смогут себя неплохо отыграть но мы видим защите в защите раунда у них действительно пока выглядят более чем хорошо плейми плейми последний последний игрок 4 фрага в плейми имеется так судя потому что я вижу кстати на экране плейф дымовая на двери молотов у него уже в руках есть пытается ребята можно быстрее выйти убивает трэвиса но посмотрите за секунду разваливается там и на ускопа летят налево и направо у кловинг дека да всех забрали практически флейми с кловингом последние два в три ситуация просто стоят в лобби просто пытается хоть кого-то найти где-то он дополнительно фраги заработать мир мистер за смоками аккуратно прополз нашел фраг во флейми ну и конечно же крайний гловинг остается тот парень который пытается тащить раунды брать на себя инициативу но против клей вас плеймф он будет сделать клач как не просто это нужно сейчас минус 4 по итогу дать 40 секунд до конца раунда я думал будет пытаться такие ситуации более чем играбельно тем более ну пачка у него на руках присутствует что он просто пойдет мы их или хотя бы поставить бомбу перед последним раундом перед сменой сторон дополнительная экономика не помешает команде с учетом того сколько денег у них в принципе сейчас остается так на рампах ну я думаю ребята понимают то что на двери ушел тихо не зря поднимался у нас глейв бмф просто клоинга хоронит выстрелом голову девятый раунд для команды финал финал которого мы все с вами ждем финал который я надеюсь будет для нас максимально максимально интересным ну видим что все-таки на улице на улице стычка который пока ван вин чувствует себя не очень хорошо из-за того что потеряли игрока потеряли очень много здоровья дека да находит минус убивает гзибикса но ситуация 4 в 4 где точно атака пока не выигрывает до пытается отыгрывать вторым номером размены находить после того как сами теряются первым игроков своем к своей команде острались вроде как перестраиваются и собираются из плента как-то держать защиту что в теории ну я думаю может не каким-то образом получится никто эту точку не контролит пытается как удав вокруг соперника пройти минусует клейва депо перестреливает вот то еще и как же он летит за девятки отлично ребята влетают только проблема в том что меньшинство для игроков атаки и блэмфа забирают последним остается у нас гзибникс клач министр бомба уже начинает дефузиться ребята выстрелили друг за другом пытается перестреливать забирает бомб керри у ее его не просто на него бегут как же где пик пытается выигрывать этот раунд как же это просто происходит гзибникс это клач министр не зря он подтверждает свой титул и в очередную игроку атаки но нужно развивать потому что пока мало действительно работы для команды астрали с по карте было сделано девайс глоуинга забирает отличный минус от него сразу же молдов находится за спиной но понимаем то что девайс все-таки не располагает в пользу команды ван вин из-за этого уже вытекают последствия что не могут они не ничего абсолютно сделать своим соперником 35 астрали с отличная серия для датчан выстроены датчан удовольствия астрали с челси с кейсом не астрали с астрали с They really don't have that much to add up to. It seems like, again, they might just go in for an A-Crunch or something of the sort with what they've got set up. But both of their smoke's now gone means I think you kind of have to just start winning some of these aim duels. I can give you the X-Factor here. Full flash, though, towards that Outer Yard. Glaive actually dives back through the smoke and Deco caught going to smoke of his own here. Oh, no. Just shows enough shoulder. That's a two-way smoke is what I like to call that one. And it allows for a mission to find an opening, and Glaive follows right behind him. A three-on-five. This could be curtains right now as they've completely gambled all their presence in towards B. But one last Masterclass from Glaive to close out here on Nuke unless they can't deal with Lollipop. That's all it is, man. He's the only thing standing between Astralis and a series win right now. Lollipop's flank in Hutt could be the determining factor. He's already been spammed down to 31. Zipniks barely clears him. But in doing so, might have just secured the entire damn series. Glowing, Flamy, opposite ends of the map. But trying to add up to the same future right now. Glowing sees nothing over in Lobby. But somebody's gonna have to start fragging out. And somebody's gonna have to do it soon. No U2 left. They're all tucked into post plants. Every little nook and cranny covered for. And you still gotta bait in for your flank of Flamy to come up to the vents. Glowing, he falls. Game-like, he's done. Flamy calls it a day and gets it over with. Who better than Device to end it with 28 kills? Astralis take the series in a reverse sweep fashion. I mean, again, Device coming into this series on rocky territory right there. He was struggling in those first two maps. Blame F had to pull them across the finish line on Ancient. And it was just enough because the rest of it.